С самого утра в Хинкенской школе номер 30 кипит большая бумажная работа. Десятки учеников заполняют вестибюль тетрадками, газетами, листами А4 и прочей макулатурой, которую им вместе с родителями удалось найти дома, друзей и соседей. Я считаю, что это очень необходимо, помогать природе, своей школе и окружающим и подавать пример нашему младшему поколению. Школа номер 30 городского округа Химки стала участником национального проекта «Бум батл». Это всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экология», который реализуют по решению Владимира Путина. Химкинские школьники рассказали о важности таких мероприятий. Безусловно важны экологически поддерживать город, страну, в которой проживаете, ну и школу в первую очередь. Я как активный участник школы и в частности этого мероприятия с родителями из дома сегодня принес макулатуру. По словам директора школы Татьяны Кавторевой, цель акции сокращения излишнего потребления бумаги, организации системы ее переработки и формирования экологической культуры детей. Мы должны воспитывать правильную молодежь. Конечно же, хочется отметить, что наши дети, наши ученики учреждения, они у нас не просто активные, они действительно воспитанные молодые люди, на которых можно положиться. И я считаю, что мы растим достойное будущее поколение. По итогу работы школьники показали впечатляющий результат. Им удалось собрать почти полтонны макулатуры. Сегодня мы всей школой участвовали в акции по сбору макулатуры. Собрали 473 килограмма. Ура! Добавим, что в Подмосковье при поддержке губернатора реализуют программы по раздельному сбору мусора и вторсырья. Так, в Химках работает специальная площадка-мегабак, куда жители могут сдать крупногабаритный мусор, старую мебель, бытовую технику, автомобильные шины. А за некоторые виды отходов еще и получить деньги. Кроме того, каждая придомовая контейнерная площадка оборудована баком для сбора отходов вторичной переработки. Александр Сергеев, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.